Вампы – плотоядные хищники, коренные обитатели удаленной ледяной планеты Ход, находящиеся на территориях внешнего кольца, передвигаются на задних лапах. Вампы покрыты густым белым мехом и достигают высоту до 3 метров. Вес в среднем составляет 150 килограммов. Вампы обладают длинными, сильными руками, крайне острыми когтями, способными легко резать лед на части, и имеют клыкастую пасть. Обладая острым обонянием и сливающимся с поверхностью мехом, вампа передвигается по заснеженным равнинам хота, нападая на беззащитную местную фауну. Цвет глаз желтый. Взрослые вампы имеют короткие изогнутые рога, длина которых указывает на возраст животного. Рога начинают появляться при наступлении половой зрелости и продолжают расти на протяжении всей жизни. Рога вамп очень похожи на рога тантанов, хотя эти два вида друг с другом никак не связаны. Вампы составляют 11% от общего числа обитателей планеты. Вампы официально классифицируются как рептомлекопитающие – существа, сочетающие в себе защитные качества рептилий и физиологию млекопитающих, а точнее приматов. Физиология вамп хорошо адаптирована к условиям экстремального холода, ведь средняя температура на планете в дневное время равна минус 61 градус Цельсия. Вампы находятся на вершине пищевой цепи хота, являясь самыми жестокими хищниками. Один сильный удар лапой способен полностью нейтрализовать жертву, а укус вампы смертелен. Очень редко, когда вампа сама становится жертвой других хищников, ведь у них нет естественных врагов, за исключением других вамп. Вампы обычно передвигаются на двух лапах, используя все четыре в основном только при атаке или преследовании жертвы. Вампа подкрадывается к цели на удобное расстояние, а потом бросается в атаку и на последнем участке встает на дыбы, прыгая вперед с протянутыми когтями. Основой питания вамп на охоте являются всеядные тан-таны. Помимо этого они охотятся на стада айс-стромперов, оленеподобных млекопитающих рейбу и других зазевавшихся существ. Взрослой вампе требуется большое количество еды для поддержания жизни, а одного тан-тана хватает для питания на длительное время. Самка вампы может родить до трех детенышей одновременно, что требует большого количества мяса. Однако конкуренция за еду и за малого количества жертв сократила популяцию вамп на охоте до определенного количества. Вампы очень чувствительны к высокочастотным шумам, так как этот звук похож на тот, что издают самки вамп во время поиска партнера. Считается, что вампы обладают хорошей памятью. Когда Ход был базой Альянса повстанцев во время Галактической Гражданской войны, Люк Скайуокер был атакован вампой во время патруля ледяных пустошей планеты, но смог убежать из логового чудовища после того, как отрезало ему руку световой мечом. Почти 10 лет спустя, во время своего визита на Ход, Скайуокер вновь был атакован той же самой однорукой вампой. Скайуокер утверждал, что вампа запомнила и его, и его меч. Вампы – типичные охотники-одиночки. Они скитаются по ледяным пустошам Хода в поисках еды, преследуют свою жертву какое-то время, после чего незаметно нападают. Вампы охотятся и днем, и ночью, хотя ночью радиус их поисков заметно сужается из-за резкого понижения температуры. Несмотря на то, что тантанов, основного источника пищи вамп, на Ходе сравнительно много, вампам все равно приходится покрывать большие территории во время выслеживания жертв. Однако вампы приспособились к такой необходимости, и они выделяют едва ощутимый запах, который не дает тантанам почувствовать их приближение. Благодаря этому и сливающемуся с обстановкой белому меху, вампам редко случается участвовать в длительных погонях. Комфортная зона поиска добычи лимитирована замерзшими равнинами хода и холодными регионами планеты с подземными пещерами. Чешуйчатые тантаны, под вид обычных тантанов, используют в качестве защиты теплые подземные туннели, обогреваемые горячими источниками. В таких местах вампы чувствуют себя крайне некомфортно. Вампы редко сразу убивают свои жертвы и стараются никогда не выходить на охоту голодными. Так как они предпочитают свежее мясо, то стараются оглушать свои жертвы, сохраняя цель бессознания, пока не почувствуют голод. После того, как жертва поймана, вампа оттаскивает ее в свою пещеру и, используя различные методы, закрепляет ее во льду для дальнейшего употребления. Вампы используют свое горячее дыхание, чтобы растопить лед вокруг ног жертвы, а после окутывают часть тела в своей слюне, подвешивая их к потолку пещеры вверх ногами. Слюна также служит анестетиком и помогает сохранить жертв в коматозном состоянии, пока вампа не будет готов кушать. У больших существ, например, тантанов, вампы насаживают на торчащие в бок сосульки через лодыжки. Вампа может содержать в таком виде несколько животных за раз. Подвешивание жертв таким образом позволяет сохранять еду в хорошем состоянии и есть в свое удовольствие. Есть истории, утверждающие, что вампа может поглощать жертву несколько дней, прежде чем та умрет. Также такой метод хранения позволяет вампам возвращаться на ледяные поля и продолжать охоту во время подходящих погодных условий. Логово вампы обычно содержит огромные запасы еды, что указывает, каким опасно может быть даже одно существо. Вампы обычно делают свои жилища в одной или нескольких пещерах, создаваемых путем выкапывания огромного логова, достаточно большого, чтобы разместить гнездо и хранить еду. Однако вампы редко тратят свои силы на выкапывание собственных пещер. Вместо этого они находят существующее логово или бывшие места обитания тантанов, иногда выгоняя текущих владельцев. Вампы часто расширяют свои пещеры, особенно когда ожидают или растят потомство. Для гнезда вампы собирают свой собственный мех, которому плотняют пещеры. Прослойки из защитного меха делают логово вамп почти невидимыми для обычных сканеров. Вампы, одинокие по природе, являются кочующими животными и редко остаются в одной пещере надолго. Единственным исключением является молодое потомство. Они постоянно переселяются в новые логово из-за необходимости следовать за мигрирующими стадами тантанов, а также для поиска более чистого места обитания. Ведь вампы, а в особенности самцы, являются на удивление нечистоплотными животными, и их пещеры постоянно завалены полусъеденными трупами, разлагающимися внутренностями и другими кровавыми останками. Книющие тела быстро делают пещеры непригодными для проживания и вынуждают животное искать новый дом. Вампы спариваются во время теплых месяцев, собираясь вместе для более легкого поиска пара. В то время, пока самки ждут в стороне, самцы уходят на поиски добычи. После совершения убийства, самцы размазывают кровь жертвы по своей груди и возвращаются с мертвым животным, показывая его самкам, демонстрируя таким образом свою способность заботиться о потомстве. Вампы относятся к сумчатым. Они являются живородящими, а детеныши появляются на свет крайне недоразвитыми, напоминая на вид миниатюрного червя, способного поместиться в ложке. После спаривания самка рождает до трех детенышей. Дети сразу после рождения ползут в сумку к матери, где они питаются, растут и развиваются на протяжении трех месяцев. После чего они покидают сумку с полным набором зубов и острыми когтями. Самка производит молоко для корма малышей, пока они не будут способны питаться только мясом. Мать слишком агрессивна в защите своего потомства, и даже самцы не рискуют лишний раз беспокоить ее во время периодов скармливания. Когда детеныши подрастают, их обучают охоте и выживанию на холоде. Вампы являются территориальными животными, яростно охраняя свои охотничьи угодья от любых незваных гостей, часто вступая в бой со смертельным исходом с другими вампами, посягнувшими на их владение. Большой разброс животных на охоте означает, что одной вампе необходимы обширные владения для охоты. Считается, что именно из-за этого эти существа живут либо одни, либо в небольших семейных группах. По достижению зрелости, молодые вампы уходят занимать свою собственную территорию. Несмотря на беспощадную конкуренцию внутри вида, вампы обладают сильным чувством родственной близости. Вампы защищают друг друга и могут оплакивать погибших. Например, если одно животное будет убито, другое в ярости набросится на его убийцу. А если смерть была естественной, вампа будет вымещать свою ярость на окружающих предметах, круша стены и попадающие под руку предметы. Были случаи, когда такие приступы гнева приводили к сходу лавин и обвалам в пещерах, что приводило к большему количеству жертв. Когда вампы перестают оплакивать погибших, они хоронят их в снегу, охраняя это место несколько дней, чтобы никто не съел останки. Если вампу ранили, остальные особи в группе будут защищать его. Некоторые вампы охотятся в группе. Они могут демонстрировать элементарный уровень ума и хитрости, определяя место положения врага и его силы перед нападением. Вампы способны издавать охотничий рев, который практически полностью идентичен звуку ветра. Только сами вампы могут отличить их друг от друга. Вамп очень редко видели за пределами их родной планеты, и одними из таких мест были незаконные гладиаторские бои. Вампы были излюблены добычей охотников, так как шкуры, чучело голов и прочие разнообразные сувениры высоко ценились на черном рынке. Позднее вампы попали под защиту Галактической Федерации Свободных Планет, как вид, находящийся на грани вымирания. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Спасибо и удачи!